здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева продолжаю фильм серию фильмов воспитательный дом 3 часть итак у нас далее события 1812 года москва горела горел и корпус каре воспитательного дома это общее сведение то что известно да то о чем говорят экскурсоводы то о чем говорит официальная ну вот те кто занимается этой темой там оставалось 600 воспитанников а также раненые русские солдаты которые от высокой температуры вываливались из окна из окон когда горело там все рядом горело и в самом доме тоже были пожары но их удавалось тушить благодаря управляющему тут умину эта информация попала мне на глаза когда я готовила материал фильм 2 серии по не 1812 года скажите дядя ведь недаром сожгли москву рекомендую вам посмотреть эти работы там очень много новой интересной информации которые нету у других исследователей то есть такое авторские находки есть легенды что когда наполеон проезжал мимо он увидел мимо вот воспитательного дома по москворецкой набережной или что там тогда было мы не знаем он увидел вполне целый корпус и велел разместить там раненых французов под руководством управляющего тотомина судьба воспитанников неизвестна но есть информация о раненых французах среди них была высокая смертность по 80 человек в день умирали это то что я нашла информацию и хоронили здесь же вокруг здания во дворах такая же смертность была и среди русских солдат полагаю что их хранили здесь же как и французов как и воспитанников полагаю что они все также там и покоятся под метровыми слоями глины или так называемого культурного слоя есть информация что приезжала французская делегация двухтысячные годы хотел найти здесь что-то типа кладбище но ни одной доске ничего бы то ни было что могло указать что здесь кладбище нет и не было и и вот я хочу сейчас вам представить информацию из одной книги который нет в свободной продаже я ее заказывала это информация доклад именно управляющего тотомина по этой ситуации с французами пожар москвы французы предлагаю вашему вниманию благодаря вашей поддержке в том числе финансовой я периодически нахожу книги интересные но их нет продажи их вообще нигде нет но их можно сделать на заказ и вот одна из таких книг очень информативных это долгово с р рассказы о москве из архивных находок что касается воспитательного дома московский воспитательный дом я хочу вам зачитать это очень интересно вряд ли вы когда-либо с этим столкнетесь или найдете это в интернете эта книга не оцифрована детей обучали разным предметам и мастерству впервые в россии при воспитательном доме учреждалась лечебница где за здоровьем детей следили доктор и лекарь девиз дома и все живы будете воспитательный дом был построен на набережной москвы реки близ кремля архитектором бланком после революции в 1918 году был преобразован в дом охраны младенца 1920 в дом младенца сейчас это научный центр здоровья детей на ломоносовском проспекте не поняла это по всей видимости а каком-то другом что ли домик какой ломоносовский проспект какой ломоносовский проспект во время нашествия французов воспитательный дом сильно пострадал о чем свидетельствует публикуемый ниже документ я не поняла по поводу ломоносовского проспекта набрала карту ломоносовский проспект находится метро ломоносовский проспект раменки вот здесь он находится воспитательный дом находится совершенно в другом месте вот здесь он находится воспитательный дом а вот здесь ломоносовский проспект вот такие вещи но давайте все-таки почитаем потому что само донесение само донесение интересно это я не поняла это что знак быть внимательным делить на на 16 или что ну вот вот такие вот вещи прям вот по ходу и так донесение оставленного при воспитательном доме в бытность французов москве действительного статского советника ивана акинфиевича тутолмина или тутолмина 2 числа проходила москву российская армия посмотрите он пишет российская а не русская армия как интересно либо они уже здесь нам подмену делают все присутственные места и большое число обывателей имеющих состояние выехали еще задолго за несколько дней из города а городские начальники и полиция рано по утру того же числа чиновники и служащие оставленные в доме под начальством моим предварительно удержаны были мною в их местах с обнадеживанием что за верную и усердную службу по материнскому милосердию вашего императорского величия они без награждения не останутся все они с твердостью духа с должным повиновением остались при своих местах кроме некоторых кои отпущены мною семействами как то акушер кстати видите акушер таненберг имеющий девять человек детей в числе коих взрослых дочерей 3 старший аптекарь бутер архитекторский помощник жильярди и старшая повивальная бабка бергерс но это не одна русская фамилия который по прошению ея за слабостью здоровья мною вовсе уволена от службы дома без спроса же моего уехали два священника и диагон по прохождению наших войск того же числа вслед за онами в 4 часа по полудни вступила в москву французская армия так что последние российские войска проходили набережная воспитательного дома они приятельские были уже в кремле представляете это все подтверждает то что я говорила в своем фильме скажите дяди ведь недаром сожгли москву два фильма у меня по войне 12 года что очень все странно как-то как-то они даже могли пересечься кутузов и наполеон преступление их москву должен был и ожидать всех насилий и жестокости неприятеля и для того дабы спасти веренное от вашего императорского величества моему сохранению богоугодное заведение с невинными сиротами я по долгу моему тотчас же радости с твердостью духа пошел в кремль взял собою помощника зепеля и для переводы экономского коллежского регистратора петра христиани служащего в канцелярии московского военного губернатора переводчиком пришедший туда по многому прихождению доведен я был от распределенного от наполеона губернатора графа дюрунеля моему объяснив об оставленном на попечении мое воспитательном доме с грудными и малолетними детьми просил его принять из единого человека любия он и дом по свою защиту по которой по моей просьбе граф дюранель приказал мне дать 12 человек конных жандармов с одним офицером пришел с караулом в дом и тотчас осем приказал повестить всем находящимся в доме служащим которые возвращение моего ожидали со страхом и надеждою жандармы заняли наши конюшни и были на содержание дома как сей день так и следующие французские войска по и поехали в город и выступали из онова осталось же тогда москве до 50 тысяч самого первого вечера смотрите как написано не вечера а вечера начались пожары кое день от дня увеличены были разусланными по всему городу зажигателями бросавшими во все дома и церкви зажигательные составы в низкие места из рук а высокий из пистолетов ну то есть это делали французы нам до сих пор пытаются убедить что это делали русские сами поджигали свои дома и все красочно это описывают и музей 12 года описывает что вот какие и наполеон типа говорит вот как какой народ да скифы такой вот сами поджигают свои дома нет это они поджигали специально все это было предусмотрено высокий из пистолет с пожарами вместе начались грабежи смертоубийства и всякого рода жестокости и поругание от неприятельских войск по бесчеловечию своему и не внемлющих ни глазу совести не просьбам и слезам несчастных жителей грабежи сии продолжались до того времени покуда у бедных жителей ничего уже не осталось и они будучи лишены домов пищи и одежды принуждены были искать себе насущного хлеба у самого неприятеля ну что его просить это те же фашисты пришли сюда это все те же самые мадьяры румыны вот эти вот которые бесчинствовали и великую отечественную войну это все тоже самое и кстати точно так же себя вели эти французы или кто они там генно-модифицированные солдаты урфенджуса и в крымскую войну это точно так же это все одно и то же это все одни и те же не знаю кто они люди генно-модифицированные похожие на людей или сделанные на базе человека но не имеющие ни совести ни совести ни чести ни жалости не к жителям никому но если бы она у них была не бы сюда просто не пришли это было бы другой народ их не для этого выводили все-таки они выведены и где-то где-то выведены и так 3 числа получил я известие что находящиеся российские больные и ранены екатерининском и александровском училищах оставлены без пищи и находятся без присмотру что мертвые тела даже не похоронены не имея никакой возможности по служебным обстоятельствам оказать ему заведению свое помоществование предписал я главному лекарю больницы бедных опелев так как он поблизости всех училищ находится не оставлять больных по человеколюбию без презрения то есть опять у нас опель ну ни одной русской фамилии кроме татулмина самого того же дня приехал генерал-интендант дюмас и осматривая по наружности дом велел находящийся по правую сторону карди ложе деревянной пристройки к лобазам сломать назначил в лобазах для печенья хлебов класть печи и сделать вон и ход изнутри дома на другой день откомандированные из полков рабочие солдаты под присмотром офицеров пришли и потребовали ломов и топоров которые принуждены им отпущены были то есть по принуждению рабочие тотчас приняли за сломку он их строений состоящих из конюшен и сараев директоров обер секретаря 1 надзирателя 1 бухгалтера и казначея находившиеся в них экипажи все выкинуты были на двор некоторые из них увезены оставшиеся все ободраны но напоследок учреждения пекарни оставлены и печей не было сложено весь же лес оставшиеся от сломки конюшен и сараев даже некоторые заборы впоследствии времени были сожжены французскими солдатами привозившими раненых и раскладывавшими на дворе огни для обогрева себя 4 числа был самый жесточайший пожар коего ужасов не могу вашему императорскому величеству достаточно описать весь город был объят пламенем горели храмы божие превращались пепел великолепнейшие здания дворцы отцы и матери кидались пламя чтобы спасти погибающих детей то есть это говорит о том что в городе оставались люди кутузов ушел сдал москву то есть армию он там вывел москву он сдал вместе с горожанами и люди погибали это вот по поводу этого героического подвига хитрой лисы кутузова это по поводу вот этого геройства которого нам выдают вот этих вот предателей врагов народа они нам выдают за героев история таким образом пишут отцы и матери кидались пламя чтобы спасти погибающих детей и делались жертву их нежности жалостные вопли их заглушались только шумом ужаснейшего ветра и обрушением стен все было жертву и сей неумолимой стихии даже мосты и суда на воде против дому были в огне это что это за пожар то такой это конечно было применено какое-то оружие может быть и поджигали изнутри но это очень вот это описание очень похоже на то как горела недавно калифорния выборочно как горела греция как горят иногда леса в сибири которые поджигают американцы самолетов сейчас потому что ну у нас тут нато находится на территории я уже делала фильм и роскосмос по крайней мере он вместе с нато все это вот и получает получает приказы из нато продолжаю воспитательный дом находился величайшей опасности будущее со всех сторон окружен пламенем все окрестные строения самой быстроте пожирались огнем еще более ужасал меня опасностью бывший тогда весьма сильный ветер который метал искры со всех сторон к нам на все дворы которых поставлены были дрова для отвращения сей опасности расставила я по дровам воспитанников с их представниками шайками вениками и заставил их гасить искры которые как дождь на он и сыпались ну прям как во время великой отечественной войны в квадрате кардиложе и окружном строении захай загорелись оконные рамы и косяки но вот как они могли просто так загореться оконные рамы и косяки вот в каменном здании вот каким образом если снизу просто поджигали почему наверху там все это выгорело ну каким образом и они начинали загораться сами по себе здесь было какое-то оружие высокотворечное применено возможно с космоса возможно с орбиты и я уже несколько ночей во стороны бросался для спасения от погибели дома употребляя к тому свои пожарные трубы раскидывая с подчиненными своими соседственные заборы раскидывая строение и заливая загоревшиеся места в самых опасных местах сбоку окружного строения находился я сам для наблюдений строгого порядка от городовой стены у конюшен был употреблен экономский помощник зепель которого неусыпными трудами я должен отдать всю справедливость оставляя сию опасность должен был я несколько раз возвращаться к детям и приставницам для увещевания и ободрения их которые от страха и предстоящей гибели всю ночь не могли быть в отделениях находились на квадратском дворе на квадратском дворе и находят и наконец при очевидной опасности вывел всех детей на кардиложский двор таким образом с помощью всевышнего зиждителя всех благ неослабленными трудами и рвением подчиненных моих я успел спасти веренные вашим императорским величеством по печенью моему дом со всеми детьми служащими с их семействами и пришельцами но при всем ужасном пожаре невозможно было спасти нашей аптеке со всем строением и медикаментами чего также нельзя снести к нерадению оставшегося здесь вместо отца сыну аптекарю же буттеру ибо когда я с подчиненными своими с помощью пожарных труб старался загашать огонь тогда французские зажигатели поджигали с других сторон вновь наконец некоторые и стоявшие в доме жандармов сберегавших меня жалились на наши труды сказали мне оставьте приказано сжечь после чего все обратилось в сильное пламя и не было возможности спасти аптеки нижний этаж каменный выгорел и остались только стены дом где жила кушер танинберг сгорел весь а в инвалидном доме один угол от пожара поврежден с той стороны где находилось необходимое место которое сгорело вместе с конюшней сараем погребом забором и воротами бывшие же в инвалидном доме казенные вещи все расхищены кроме оставших некоторых кои взяты были живущими в доме жандармами но по выходе ими оставлены о которых реестр при рапорте подан ко мне того дома смотрителем ивановым при всех ужасных обстоятельствах прибегнули ко мне в дом великое числе несчастные жители города и просили пристанище и покрова всех их успокаивал я ели к возможно было раненых же наших приползающих так сказать в дом принимал я рядовых в своей больнице офицеров трех к себе о которых ваше императорское величество в суточных рапортах усмотреться изволите между прочими бедными приведена была также престарелые лишенные зрения и отекщенные болезнями княгиня екатерина михайлова голицына с поручицу бау вер лишенные всего имущества и бывшие несколько дней без пищи коих я поместил со вдовами после того ужасного пожара я все еще оставался величайшей опасности ибо не переставал ходить французские зажигатели ибо не переставали ходить французские зажигатели около дома и для того учредила я своих подчиненных беспрестанной днем и ночью около дома обходы и во всех сторонах приготовил воду таковыми мерами избавил я дом от огня и при другие не менее требовали моей осторожности беспрестанно приезжали приходили к дому толпы французских мародеров кои искали пищу для злобных и разращенных их сердец грабительством и всякого рода буйствами несмотря на имеющийся в доме караул жандармов который и сам не слишком мог во всей силе выполнять свою обязанность потому что от начальства им позволено было грабительство почему дабы всем людям изъяснить изъяснять какое заведение есть воспитательный дом и дабы убеждать их к жалости к невинным сиротам я поставил у ворот переводчика собрав их и служащих в доме и посторонних во время пожара прибегнувших к моему покрову знающих французский язык а еще до вступления злодеев у всех ворот выставил доски с французскими надписями что сие заведение есть дом несчастных и серых детей хотя при таковых распоряжениях моих не могли мы совсем избежать частых беспокойств и но по крайней мере во внутренности дома сохранилась тишина из дома же нельзя было выйти за вороты без того чтобы не быть ограбленному первые дни и в течение всего времени я неоднократно должен был быть у определенных в город французских начальников кои были первый губернатор граф дюранель не на место которого поступил герцог тревизский маршал мартье комендант граф дэмильо генерал-интендант армии зюмаз и интендант города лес сепс 5 числа пополудни в два часа наполеон прогуливаясь по городу вот как раз вот про это рассказ идет о том что наполеон он прогуливался увидел как сохранен дом и типа вот он был выразил признательность тутолбину вот сейчас мы давайте прочитаем 5 числа по полудни в два часа наполеон прогуливаясь по городу смотря на свои злодеяния я не знаю как он там прогуливался если все горело если даже корабли на реке горели то тут он прогуливался каким-то образом ехал по набережной мимо воспитательного дома против онова остановясь спросил что это за здание которое от пожара сохранено ему отвечали что это воспитательный дом спасенный от предстоящей ему гибели начальником онова со своими подчиненными император тотчас приказал генерал-интенданту дюмасу ехать в дом и найти меня и объявить мне свое приветствие генерал дюмас прискакав в дом спросил где ваш генерал я как всегда бессменным был стражем тут тотчас подойдя к нему спросил что вам угодно я прислан к вашему превосходительству от императора который приказал благодарить вас за труд и за спасение от огня вашего дома его величество угодно с вами лично познакомиться я никогда не имел ни малейшего страха и равнодушно принял он и но утешился тем что весь дом от онова был приведен в оккураживание 6 числа прислал за мной наполеон статс секретаря своего дэ лорма 12 часов по полудни я немедленно отправился к нему кремлевский дворец как уже о том имел счастье доносить вашему императорскому величеству каким образом я наполеоном принят был и о чем имел разговор известно уже вашему величеству из донесения моего государю императору с которого еще копию всего представляю а сверх того донесу что наполеон входя расположение дома делал мне следующие вопросы великое ли число детей в доме на какое время я имею продовольствие и откуда полагаю снабдить себя провиантом на зиму на какой хитрый наполеон он бы у детишек отобрал а потом детей всех но сгинут умрут ну какая разница это захватчики подав наполеону ведомость о числе детей точно такую которую я 7 числа сентября вашему императорскому величеству припроводил сказал он рассмотревший он с улыбкой вы увезли в казань больших девиц ну зараза то есть он хотел поразыграться с сиротами с этими вот подростками девочками потом отвечал я что имею продовольствие только на месяц хотя обыкновенным дом делает подряд на целый год но по не менее место запасается только на один месяц подрядчик же теперь уехал из москвы следовательно я лишен всех способов к получению запасов вдобавок спросил наполеон откуда город получает сисные припасы и отвечал хлеб из украинских скотину из малороссийских вот как интересно тут отдельно украинских отдельно малороссийских вот это тоже надо подумать что это такое а мелкую живность из ближайших губерний вот интересно каким образом они доставляли это все если не было никакого транспорта кроме лошадок но вот каким образом из украины или малороссии доставляли в москву продовольствия вот каким образом это бы все уже пропало по дороге сгнило бы покрылась плесенью хлеб доставляется по большей части на барках весною а часть он его привозится и сухим путем зимою еще спросил наполеон какой шар англичанин шмит делал на погубу его армии и его самого прибавив что на такое варварство просвещенному народу непростительно вот у нас тут шар какой-то тут появился может быть это имелось в виду что типа ядерного взрыва что-то какой-то шар на погубу его армии его самого прибавив что такое варварство просвещенному народу непростительно очень интересная информация давайте это отметим я о том что ничего не знаю на сию возразил наполеон что ему известно что шар делался на семи верстах от москвы но за неприведением в действие сожжен оставшиеся горючие материалы употреблены на сожжение москвы наконец сказал он как бесчеловечно поступили русские оставив 10 тысяч раненых солдат без пищи и презрения повторяю еще напишите о всех происшествиях москвы к своему императору александру и отправьте с донесением своего чиновника я дам ему пропуск через свои форпосты я хочу напомнить по поводу вот этих десяти тысяч раненых они были именно в этом же воспитательном доме это из другой информации это еще когда я готовилась по фильму по войне 12 года скажите дядя ведь недаром сожгли москву две серии у меня есть и там как раз говорилось о воспитательном доме и о том что там было несколько тысяч раненых солдат и французов и когда горел это все они вываливались из окна и погибали вообще вокруг воспитательного дома они там же и хоронились и вокруг воспитательного дома это все огромное огромное кладбище ну конечно под глиняным заносом несколько метров продолжаю в тот же день приехал я в дом для помещения 300 человек жандармов с полковником и офицерами которые и поместились карди ложе во все комнаты и к тому еще заняли квартиру доктора саблера полковник же их занял мою квартиру лошадей своих поставили они в наших казенных конюшнях сараях и даже на погребицах сено и весь фураж у нас отобрали также из лучших рослых лошадей взяли несколько для строевой службы а небольших в обозы экипажи выбросили а другие партикулярные и казенные принадлежавшие конюшни и те в которых кормилицы развозились по деревням употребляли для фуражирования некоторые ж прежде выступления их взяли под свой багаж и отправили с обозом от чего мы в повозках летних весьма нуждаемся при всех стеснениях и нужде я принужден был еще довольствовать их своими от всех служащих съестными припасами до того времени покуда они сами уже увидали что не остается чем питать нам себя и детей а каковом расходе вашему императорскому величеству все подальше все подальше подношу у сего счет 8 числа осмотрители вдовь его дома на дворный советник мирицкий рапортом не донес что кудринский вдовий дом совсем строением оставшимся имуществом и письменными делами сгорел остальные казенные деньги 14 рублей 90 копеек разграблены с коим вместе сделали жертву пламени до 700 человек российских раненых вот о них идет речь значит здесь вот кудринский вдоль вдовий дом он и по слабости сил не могли избежать своей гибели другие же во время пожара спасались при всем случае сам мирицкий семейством из всего все потерялось всего своего имущества и пришел ко мне в самом худом рубище которого по возможности снабдив одежду поместил в доме того же дня генерал-интендант дюмас приехал в дом и объявил повеление императора что ему осмотреть внутренность всего воспитательного дома я тотчас повел его по всему квадрату кардиоложе и окружному строению по окончанию осмотра он потребовал от меня всему оному строению план который получив взял с собой а на другой день прислал обратно с архитектором жильярди к нему посыльном разделив плане карандашом квадрат на равной половины велено мне было сказать через жильярди что половина квадрата и окружное строение все займется французскими ранеными и больными и чтобы я непременно очистил а как онные больные большей частью одержимы были по носам то содрогаясь в таком бедственном положении и воображая себе что через то нарушен будет весь порядок и чистота в доме и некоторые казенные вещи должны будем потерять я решил об отмене об отменении сего намерения просить наполеона 10 числа через статс секретаря подал я наполеону письмо об отменении намерения учредить госпиталь квадрате с которым письмо имею счастье вашему императорскому величию предоставить копию но на он и я не получил никакого письменного решения это что это там за понос такой случился у этих французских солдат что там такое происходило там явно что-то происходило то есть скорее всего в москве надо было уничтожить от геноцидить и население московское все кто не мог уехать а уехать могла только элитка большинство горожан просто не имели такой возможности и также этих же французских солдат заодно здесь так сказать прорезиси армию а наполеон потом мог уйти подземным ходом из кремля как и говорят что он перешел подземным ходом через москву реку и наверное мы еще узнаем какую-то интересную информацию об этом каким образом сам наполеон ушел но то что он пушкин писал что он наблюдал из петровского дворца на пожар москве но над на этом этапе когда и москва горела вот из этого доклада мы видим что наполеон в общем то здесь было был еще в кремле то есть значит кремль еще не горел но даже находиться даже в кремле находиться при таком кругом когда все горит наверное тоже очень некомфортно либо они где-то в подвалах или подземельях уже или бункерах какие-то уже скрывались где он мог там сидеть этот наполеон пережидать это все потом он подорвал кремль он хотел его подорвать полностью со всеми со всеми храмами но потом хлынул дождь как говорят и многие фитили были загашены то есть он его подорвал он подорвал колокольню ивана великого он подорвал многие стены кремля в том числе тайницкую башню он подорвал но не все не все храмы но очень много разрушил но не все то есть не удалось ему вот стереть с лица земли как он ходил это это кто такой это кто они такие это что за днк у то у этих захватчиков они все ненормальные всем хочется прямо зачистить такую зачистку населения и города сделать это вот это выскакивание вот перед этим перед этой европы вот это хождение на цыпочках да там ненормальные вот эти живут может быть конечно сам народ у него днк все равно проходит она где-то восстанавливается но в целом там что-то произошло с этими жителями когда-то там жили славяне там жили ну славяне слова я даже не знаю как говорить наверное жили все все говорящие белая раса говорящая на русском языке потому что шестнадцатом веке русский язык был международным об этом говорят историки и фурсов и пыжиков это не я придумала это не то что там мы под русских все просто он был какой-то международный общий русский язык он действительно такой непростой поэтому его хотят уничтожить поэтому его вся всячески обрезают перевирают и сделают нам подмену слов меняют переставляют местами для того чтобы мы не понимали друг друга и чтобы исказить нам этот наш русский язык многие смыслы нам поменяли так как допустим красота или на по-польски урода да у нас урод это значит что-то такое уродливый некрасивый а по польски это красота звучит мать вот вот таких подмен очень много вы сами знаете массу примеров таких можете найти подмен подмену языка в том числе на моем канале я периодически своих фильмах привожу такие примеры и вот что это такое вообще что это за за французы такие что это за за наполеон за за гадина такая которая пришла на нашу землю очередная гадина очередная какая-то вот очередная тварь вот все бы ему стереть девочек ему там видишь ли увели я не знаю что там с этими сиротами насколько это сохранил он их вот во всем этом как он пишет я очень сильно сомневаюсь что там были сохранены эти сироты вот как-то не верится вот судя по всему этому описанию то что и голодные их оставление там из голода могли умереть там же младенцы были он же сам пишет что там были младенцы и маленькие дети потому что если бы остались девочки подростки они бы все пошли на разбор вот этим буйствующим солдатам французским они вели себя как у оккупант они ничем не считались они просто поджигали они все это дело никто собственно говоря не защищал дом он же косвенно пишет об этом что даже жандарма то не особо там старались защитить так чуть-чуть только для вида и в том в то же время они сами же и грабили этот императорский дом то есть вот этих сирот они же и грабили я очень сильно сомневаюсь судьбе вот этих вот детей несчастных младенцев малышей которые там оставались этим тут умина может быть он их и спасал но не знаю вот не верю не верю что они выжили в этой ситуации тем более что-то было с москвой тем более вот этим поносом страдали это если это дизентерия или чем их там заразили этих французов значит и на детей бы это перекинулось ну это было бы просто множественные смерти благодарю за внимание это еще не конец информации по императорскому воспитательному дому еще впереди много интересного может быть две части получится вот как то так надеюсь вам было интересно познавательно оставляйте свои комментарии делитесь этим видео эту информацию распространять и потому что говорю что вот так вот в открытом доступе в интернете и просто нет с вами была галина конышева всех вам благ берегите себя до свидания